Могут развернуться, не взять и бросить с ребенком. Я всегда перевожу все на себя, я бы никогда ничего плохого. Проблема многих молодых родителей. Популярное приложение такси предлагает специальный детский тариф. То есть на вызов должна откликнуться машина с креслом либо бустером, но цена гораздо выше. Расход топлива больше? Нет. Амортизация больше? Нет. Машина лучше, комфортнее? Тоже нет. Вопрос на самом деле глубже и серьезнее, чем кажется. И дело даже не в стоимости поездки. Иногда пишут, что вообще, извините, машина не найдена, поэтому помочь не можем. Вы с ребенком? Если вы готовы доплатить, тогда я вас повезу. Без кресла можно? Без кресла уже можно, просто за доплату вы доплачиваете. Пассажир не указал, что он с ребенком. А это уже другая история. Таксист отказался брать маму с детьми, ссылаясь на отсутствие кресла. Стоп, скажет любой знающий правило. В ПДД черным по белому написано, водитель такси имеет право перевозить детей без кресла. Тут-то и кроется подвох. Многие на дороге никогда не признаются инспектору ГАИ или транспортной, что везут за деньги, работают-то в черную. Юридически на дороге такого такси просто нет. Отработал в 10 парках. Ни в одном парке я не был официально трудоустроен, ни по каким договорам ничего у меня не было. То есть все устройство на работу происходило по вайберу. Скинул техпаспорт, свои права. Через 5 минут я вышел на линию. Таксосервис Монополист работает через партнеров. Им может стать кто угодно. Достаточно зарегистрировать предпринимательскую деятельность, и ты уже директор автопарка. Вот тут-то и поле для беспредельных маневров, жертвой которых зачастую становится сам водитель. Таких, грубо говоря, кидают и часто на всю зарплату. Они просто снимают деньги, исчезают со всех чатов и удаляют все свои номера и все. Утром просыпаешься, заходишь в программу, пишут там, что парк уже недоступен. Заходишь в чат, а чат может быть и существует, но там никого из руководства уже нет. Через неделю открывают уже новый парк, меняют свои имена в чатах и опять набирают этих же, грубо говоря, водителей. Иногда их называют квартальщиками. Это делается, вот здесь конкретная цель. Вообще, либо минимизировать свои налоговые отчисления, да, либо вообще их не платить. Проработав месяц-два, нигде, в принципе, для нас, для государства не видны, что они где-то работали. По сути, их можно назвать тунеядцами. Некоторые умудрялись на доверчивых водителей, а таких тысячи заработать более 300 тысяч долларов, положить себе в карман. Жертвы, как правило, не спешат жаловаться, работали без документов, а это проблемы с налоговой. Всех поддержки Янтекса одна описка. Мы свои обязательства выполнили. По факту, популярный сервис всегда получит свой кусок от заказов. В столице это 23%. Если заказ завершил, он сразу свой процент забирает. Хозяин таксопарка обязан рассчитаться с государством за себя и того парня, то есть за социальные гарантии водителя. Налог за организацию, подоходный и ФСЗН. Сергей, бывший директор автопарка, говорит, чтобы выйти в ноль, надо брать 25-27% от заказов водителей. Запомните эту цифру. В Телеграме каждый день по 10-20 объявлений ищем водителей на каких-то условиях, там где-то 8%, где-то 10%, где-то пишут 12-15%. Неприкрытая реклама везде и в любое время суток. Вот на автомобиле, во дворе, на багажнике приглашаем водителей. Есть открытые чаты, где приглашают водителей на работу под популярный сервис и низкий процент. В частности, приглашаем водителей на своем авто 8% комиссия парка. Как известно, это очень маленький процент. Звоним по указанному номеру. Здравствуйте, Александр, меня зовут. Подскажите, а по документам у вас предлагаете 8%, а по документам что можете предложить? Там, оформляем что-то? Нет. А, без документов, да? Ну да. Говорю, как есть парк квартальный, в конце года закроется и будет новое. Со мной разговаривает агент и еще одно звено в цепи. Также работает запроцент. Чем больше водителей, тем больше куш. Словно армию рабов может перекидывать водителей из одного автопарка в другой по несколько раз в месяц. Вот такая шоферская рулетка. Дату число, когда будет перевод всех водителей, предупреждаем за пару дней, что будет смена. И дальше работаем вместе, только под другим названием. Вот так вот запросто, не скрывая, говорят всю схему, что закроется через квартал и откроется заново уже под другим именем. Но никто из этих водителей не знает, что вы не имеете отношения к этому парку. Они думают, что вы замдиректора этого парка. Но вам главное вовремя своих этих водителей увезти под новый парк, чтобы не кинули их. Потому что кинут их и вас. Нечестной конкуренцией возмущены таксисты, которые работают легально. И таких все меньше. Если бы это были водители Яндекса, именно трудоустроенные, мы бы сказали, ребят, нет вопросов. Тут все законно, вы как хотите, в рамках своего субъекта хозяйствования, вы делаете, что хотите. На сегодняшний день можно утверждать, что 90% рынка такси – это черный рынок. С черным налом, с выплатами в конвертах, без оплаты подоходного, ФСЗН и прочих налогов. Любая из машин, которая сейчас едет по дороге, может быть автомобилем такси. Их невозможно вычленить без проведения процедуры контрольной закупки. Пользуются они, конечно, теми послаблениями, которые у нас произошли в законодательстве. Если закон становится проще, идя навстречу предпринимателям, всегда найдутся те, кто этот самый закон захочет подменить. И установит свои правила. Во вселенной с приложением такси «Рыцарей удачи» немало. Все же безнаказанно снимать сливки получается не у всех. За 9 месяцев текущего года органы финансовых расследований выявлено более 25 преступлений в данной сфере. Сумма ущерба по которым составила более 7,5 миллионов белорусских рублей. Инициативная группа уже более 4-х лет собирает доказательства всевозможных нарушений ведения бизнеса и передает их в компетентные органы. На такси приходится ездить часто. Берите. Я не могу вам чеку дать. Это все работа, которую мы выполнили за эти 4 года. За незаконную предпринимательскую деятельность транспортники уже изъяли более 40 машин такси. Это так водитель популярного сервиса реагирует на коллег, фиксирующих на видеонарушение правил пассажирских перевозок. А этот водитель и вовсе в стиле 90-х предлагает отвезти на беседу к хозяину в лес. Пассажиров привезли на разговор группе менеджеров, тех же агентов. Они зарабатывают на вербовке водителей и объединились, чтобы поговорить по понятиям. Порой теневые предприниматели, понимая, что запугать не получится тех, на чьей стороне закон, погасить инициативу, пытались весьма сладким предложением. Предлагали и финансовое вознаграждение, предлагали и рассказать все схемы, по которым можно работать, объяснить, что можно скрывать налоги. Если не поднимать эту тему, то никто никогда никакие проверки проводить не будет, потому что парки можно закрывать через три месяца. И на таком поле есть, где разгуляться тем, кому закон не писан. То и дело в этом бизнесе появляются организации, которые предлагают водителям свои гарантии и покровительства, но почему-то вскоре пропадают из поля видимости, без шума и пыли. В общем, успешная компания с адреса съехала, но телефон номера не отвечает. Активисты уповают на новый указ об автомобильных перевозках пассажиров, над которым работал Минтранс. После того, как документ подпишет президент, прикрыться понятием информационный сервис у некоторых не получится. Среди других важных изменений будет введен специальный реестр и определены обязанности диспетчеров. Почему все-таки вот так боятся? А потому что теперь о них будут знать. И вот когда ведутся переговоры о том, что мы закроемся через квартал, это больше не пройдет. Юридическое лицо, оно будет зарегистрировано здесь. И все будет зафиксировано. И в том числе и на видеоматериал. И сотрудник транспортной инспекции, налоговой инспекции. Ведь полный будет доступ для всех контролирующих органов. Он уже выходя на линию, он точно будет знать, какое транспортное средство у него работает на линии. Какое право и какое транспортное средство он умеет право проверить здесь и сейчас. Вот почему в инфополе так много разговоров, что бизнес перевозок рухнет, такси подорожает и вообще всем все будет неудобно. Пассажирам просто не стоит бояться. Если страшилок не станет Яндекс, а будет Шмандекс. Или будет не Максим, будет Паша. Ну, не важно. В любом случае, эта ниша никогда не останется свободной. Основной элемент конкуренции – это все равно цена. Даже если эта цена немножечко и поднимется, ну, для пассажира она не будет столь ощутима. Проект нового указа, который так напугал перевозчиков, не столько о защите налогов и низкой цене. Новое правило прежде всего защитят права и водителей, и пассажиров. Обеспечит их безопасность. И у тех, кто вызывает такси, будет больше понимания, кто к кому сел. И больше уверенности, что в любой неприятной ситуации клиент сможет защитить свои права. Александр Плескачев, Андрей Мушевец, Ксения Каневсова, Никита Алисьенок, ОНТ.